21 февраля. Международный день родного языка, поэтому мы не могли обойтись без нашей традиционной рубрики «Говоримо с Соловьиною». Сегодня у нас в Этере человек, который очень много делает для популяризации украинского языка, причем такой красивой, певучей, поэтической, необычной его версии. Литературный редактор телевидения Виктор Кабак. Встречайте. Что у вас в этом рюкзаке? Словники очень много, мы можем носить в таких маленьких тербах. Я боялся, что это какая-то бомба. А это словари, да? То есть так обычно вы ходите на работу, да? Ну бывает так. Что это у нас за словарик? Это словник староукраинский мовый, еще начинающий с 14-го века, чтобы уже из глубин копать. Так, еще что у нас тут? Так, тут есть. Это в начале 20-го столетия граматики украинской мовы. Ага. Потом два словнички, 18-го года. Мне нравится, что тут написано... 18-го? Так, словник московско-украинский. Ага. И тут тоже московско-украинский. Это в Киеве выделили, это в Полтаве. И там, и там чего-то они сказали московский. Я думаю, это вам будет интересный, вот такой словничок. Русский белорус. Русский белорус. Спасибо вам большое. Присаживайтесь. Благодаря Виктору, каждый телезритель Украины, садясь перед телевизором, должен брать с собой вот такой примерно набор словарей, чтобы понять, что говорят телеведущие. Теперь, благодаря вам, Виктор, многие люди могут говорить, смотрю телевизор со словарем. Я бы от себя сказал, что я украинскую мову тоже учусь овладеть только со словниками. Я хочу вам показать фрагмент одной записи, которую сделали, пытаясь выяснить у простых киевлян, что означают слова, которые вы активно ввели сейчас в оборот. Слово «опука» и второе слово «гакивка». Повторите, что это? Опука. Опука? И это что? Гакивка. А опука, это значит, у него плохо что-то с пищеварением. Ему пучит. Птица? Какая? Наши понятия. Горок. По-моему, это какое-то растение, да? Растение, похожее на ревень. Его кушают, по-моему. Какая-то там организация, там, предприемцы в Украине актуальна. Актуальна. Благодаря, я, наверное, купу селок в этой городе. С понятия. Андрей, я куплюсь. Может, ошиблись и написали, может, опека? Значит, что-то плохо с пищеварением. В основном отвечали... Ну, на пугательское слово, оно справедливо. Я бы даже, як бы не знал, то мог бы куда-то заводнен. А чем вас не устраивает простое украинское слово «мяч»? Та чого ж не... А пука – это же мяч, вон. Целком, целком оно мне не подобается. Просто, як синоним, хай себе буде его пука. Тем нечем, что... Речь в том, что дуже багато украинцев, чьи доси, сущих, вони говорят саме так по селах. А вот еще новое слово, которое благодаря я вам узнал. Авиатроща. Авиакатастрофа. Ну, так. Троща, она тоже дуже багато. Вона не дивится, что она трощит. Вона может и авиатрощити, и судно трощити. Тому, что завгодно она трощит. Может быть, судно трощит, авиатрощит, что завгодно. Вам называть простые наши украинские слова, а вы, пожалуйста, дайте мне синоним. Парашютист. Ну, словники дают... Частина украинцев, цим користуется, дают слово «спадум». 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 Так, або легкоспадник, або спадум. Написано сучасною, как говорят белоруси, украинською мовою. «З аэропорту у Швейцарии вийшли спортсмени, баскетболисти, лижники, хокеисти. Останними були футболисти с мячами». В вашем варианте, как бы это звучало? «З аэропорту у Швейцарии». «З Литовища, певно». «З Литовища». «З Литовища, так. У Швейцарии». «Швейцарии». «У Швейцарии». «Вийшли спортсмени, вийшли кто?» «Спортовцы». «Спортовцы». «Або зловуни». «Баскетболисты это как будет у нас?» Оскільки частина українців називає баскетбол «кошиківка», тому, значить, як воно буде «кошиківка», а значить «кошиківка рі». «Кошиківчани». «Або кошиківкарі». «Так». «Лижники». «Дивіться, є, це багато слово теж синонимічним своїм рядом. Є «лещитарі», є «нартярі», бо «нарти» були «лещита». А третє слово «лижварі». Але річ чим, що словники теж між собою сваряться, частина їх каже, що «лижвар» – це «лещитар», а частина каже, що це «ковзаняр». «І позади були футболісти з…» «На футболистів ще кажуть представники копаного м'яча, «копати ногою», значить «копаний м'яч» або «копанка». То вони…» «Копанці з…» «Копанкарі». «Копанкарі з опуками». «З опуками, з'яснили». «Ви спеціально взрываєте наш мозок». «Для чого ви вийште такі подковыристі слова?» «Для того, щоб залишитися собою, треба все ж таки опиратися на свої внутрішні якісь сили». «И подарите нам какую-нибудь необычну украинську пословицу. Желаючи з использовання непонятних для большинства українців слов. «Апука», «Этер» і «Вхурделолов». «Не було б біди…» «Не було б счастья, але несчастье помогло». «Немає біди, щоб не вийшли гаразди». «Немає біди, щоб не вийшли гаразди». Таку пословицу подарив нам человек, которого многие хотели наконец-то увидеть. Результаты його труда слышали, читали. Он подарив нам це прекрасне слово «Вхурделола». А сегодня приходил к нам в программу литературовед, литературний редактор, интеллектуал, защитник українського языка Виктор Кабак. Спасибо вам!